Всем привет! Сегодня поделюсь самым удачным рецептом теста для печеных пирожков. Не черствеют несколько дней. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Наливаем в миску теплое молоко. Оптимальная температура от 35 до 40 градусов, максимум 42. Добавляем прессованные дрожжи, сахар и размешиваем до растворения дрожжей. Дальше добавляем соль, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло комнатной температуры или чуть теплой и хорошо перемешиваем. Затем начинаем порциями подсыпать муку. Заодно просеиваем ее через сито. Таким образом тесто получится легким и воздушным, а пирожки более пышными. Когда тесто станет густым и его будет неудобно мешать в миске, просеиваем на стол оставшуюся муку, выкладываем туда наше тесто и продолжаем вмесить уже руками. Смело можно вмешивать 380-400 грамм муки, а затем при необходимости добавить еще немножко. Поначалу тесто будет прилипать к рукам, поэтому, чтобы было удобнее работать, руки можно периодически смазывать подсолнечным маслом без запаха. Уже через 8-10 минут интенсивного вымешивания тесто станет нужной нам консистенцией. Мягкое, нежное, не липнущее к рукам. Теперь берем подходящую миску, смазываем ее немного подсолнечным маслом и помещаем туда тесто, которое тоже слегка смазываем маслом. Накрываем миску полотенцем и оставляем в теплом месте без сквозняков где-то на полтора часа, пока тесто не увеличится в объеме примерно в 2-3 раза. Затем можно будет лепить пирожки. Причем уже ни мука, ни масло не понадобится. Готовое тесто не липнет ни к столу, ни к рукам. С ним очень удобно работать. Пирожки из такого теста можно делать как сладкие, так и соленые. Только во втором случае из процесса нужно исключить ванильный сахар. Вот такие вот аппетитные пирожки получаются из этого теста. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.